Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. На самом деле я не очень хотел поднимать тему о том, как директора Ripple продают XRP, о том, правда это или нет. Основной причиной, почему я решил сделать это, это моя сфокусированность на том, к чему это всё идёт, как нам лучше выйти из сложившейся ситуации и чего мы можем ожидать от наших инвестиций в XRP, с учётом всех факторов. Но всё же я поднимаю эту тему, потому что чувствую, что это очень важно для XRP, Ripple и, по правде говоря, для всего пространства цифровых валют. Я выскажу своё мнение по данной ситуации и сфокусируюсь в основном на Брэде Гарлинхаусе, так как именно он является главным действующим лицом, если можно так выразиться. Мы можем много говорить и поминутно разбирать действия каждого директора Ripple, но мне кажется, что для них всех есть только один ответ, и скоро вы поймёте, что я имею в виду. После того, как я перестану тратить ваше время на моё собственное мнение, через несколько минут я покажу вам, почему на самом деле то, что думаете вы, думаю я или кто-либо другой, не играет никакой роли. Ответ на вопрос, что должно быть сделано, сейчас кристально ясен, и я отвечу на него в конце видео. Смотря на Брэда, мы не можем упускать тот факт, что он продал XRP на 150 миллионов долларов, ведь это, согласитесь, очень существенная сумма. Однако я скажу так, Брэд Гарлинхаус, если вы не знали, профессиональный генеральный директор, он эксперт, нанятый для выполнения конкретной и часто этически сомнительной работы. Он не строил этот проект и не запускал компанию. Его привели в компанию, чтобы он действовал как генеральный директор. Когда Гарлинхаус занял пост генерального директора Ripple, компания была в ужасном состоянии, и везде творился хаос. Он привел компанию в порядок и прибавил капитализации XRP 10 миллиардов долларов. В начале работы Брэда ежедневный мировой торговый объем XRP составлял 400 тысяч долларов, а один токен стоил всего лишь 0,6 цента. Не 0,6 доллара, а 0,6 цента. Даже на данный момент, который многие считают темными временами для XRP, XRP токен стоит уже 22 цента, а за день совершаются транзакции на миллиарды долларов. Сравнивая с тем, с чего начинал Брэд, XRP по факту уже давно совершил свой to the moon. Что касается продажи XRP. Не ожидайте от других большего, чем делаете вы сами. Брэд просто обналичил деньги за ту прекрасную работу, которую он выполнил. Также он все еще лично владеет двумя сотнями миллионами XRP и почти 7% компании Ripple, которая в свою очередь хранит 45 миллиардов XRP. Если бы я мог обналичить подобную сумму и при этом все еще владеть таким количеством XRP, я бы сделал это не задумываясь. Жаль только, у меня нет такой возможности. Думаю, любой из вас сделал бы то же самое. Проблема в том, что большинство инвесторов XRP были шокированы, задеты и неприятно удивлены этой новостью. Но я могу сказать вам, что подобным образом поступали и Ethereum Foundation, когда продавали свои эфиры, или, например, создатель лайткоина Чарли Ли, который продал все свои накопления в лайткоинах. Однако, все это не имеет никакого значения. Если к XRP будут относиться как к серьезному инвестиционному активу, то подобная информация должна быть публично известной. Ripple должен быть лидером в этом пространстве, а не просто так же хорош, как и остальные, кто работает в этом гигантском нерегулируемом криптомире. Ripple должен раскрывать не только прекрасные новости и разработки, но и действия, которые предпринимают компания или директора, имеющие негативное влияние на цену XRP. О таких действиях сообществу нужно сообщать в первую очередь. В своем судебном иске SEC, комиссия по ценным бумагам и биржам США, отметила именно этот факт. Далеко не все их претензии беспричинны. Раздражает лишь то, что SEC могли выпустить свои замечания в качестве записки или общего руководства для всей отрасли, а участники этой отрасли, в том числе и Ripple, просто выполнили бы их. Но куда мы пришли теперь? Я не думаю, что в действиях Бреда есть что-то преступное. Также я не верю в то, что единичная продажа на 150 миллионов долларов могла как-то повлиять на цену XRP. Я только что посмотрел на торговые объемы, XRP превысил суточный объем в 9 миллиардов долларов. Что такое 150 миллионов долларов за 4 года против такой суммы за одни сутки? Но как уже было сказано, впереди серьезная работа по восстановлению имиджа XRP. И в первую очередь Ripple должен разрешить этот правовой спор с американским регулятором. Я не имею понятия, к чему это приведет, либо как много времени займет. Но я точно знаю одно, что реестр XRP уже полностью соответствует требованиям агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. И совсем скоро XRP как актив будет классифицирован в соответствии с правилами регулирования SEC. А теперь вдумайтесь, ребята, когда все закончится. Данная сеть Ripple и криптовалюта XRP станут единственными среди всех существующих цифровых активов, которые полностью соответствуют и верифицированы обоими регуляторами финсен и SEC. Для XRP это будет означать свободное использование в качестве инструмента и в целях, для которых он был разработан. Для институциональных и розничных инвесторов это будет значить, что можно будет уверенно вкладывать свои деньги в этот уже регулируемый актив. Не это ли та самая пресловутая регуляторная ясность, которую мы ждем для XRP? Цена достижения этой великой цели будет огромной, но после того, как XRP пройдет по этому пути, он наверняка займет доминирующую позицию на рынке. Немногие люди сейчас вообще интересуются функционалом XRP, либо способностями Ripple фактически сделать эту технологию идеальной и выпустить полностью функционирующую и работающую масштабную систему. Большинство из тех, кто вообще смотрит в сторону XRP, видит только лишь новости, отвлекается только лишь на судебные иски SEC. Короче говоря, видит только негатив. На самом деле, все это намного больше, чем могут предложить большинство проектов криптопространства. Ripple вынудили столкнуться с законодательной ситуацией и вынудят решить проблемы соответствия и регулирования, а также привнести больше прозрачности в экосистему. И у Ripple, и у SEC есть хорошие аргументы для этого спора. Это заставляет меня поверить, что хорошо работающее компромиссное решение будет найдено. Не стоит заблуждаться в этом отношении, все цифровые активы являются тикающими часовыми бомбами. Ведь ни один из них толком не регулируется. Абсолютно каждый криптоактив может столкнуться с тем, с чем сейчас имеет дело Ripple. Это именно тот риск, который мы, инвесторы в криптовалюту, принимаем на себя ежедневно и в большинстве случаев игнорируем или даже не знаем о таковом. Но сейчас мы просто вынуждены столкнуться с этим через XRP. Я думаю, лучше разрешить это прямо сейчас, в этом году, чем долго откладывать. Мы говорим, что с биткоином и эфиром все ясно с точки зрения законодательства, но это не более, чем утверждение самого бывшего председателя SEC. Никто не знает, даст ли новая администрация другие инструкции насчет биткоина или эфириума. Также, как и нельзя утверждать, что агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, Финсен, которое, кстати, признало XRP цифровой валютой, не поднимет вопросы о проблемах с другими блокчейнами. Мы живем с этими рисками. Собственно, это также является причиной, почему награда в этом криптопространстве может быть настолько большой. Чем выше потенциальная награда, тем рискованнее активы, что могут ее предложить. Обратите внимание, что до этого все споры велись вокруг децентрализации. Это было ключевым понятием безопасности сети. Но с иском SEC это вообще не имеет ничего общего. Мы даже представить не можем, какие проблемы могут возникнуть дальше. Именно поэтому мой выбор – это инвестиции и возможности. Будущий потенциал. И я хочу, чтобы этот потенциал рос и развивался. Это не будет просто и никогда не было просто. Но я думаю, что мы находимся в прекрасной форме, когда дело доходит до будущего XRP. Но также всегда будут альтернативные возможности для любых инвестиций. Вы вложились в XRP, но это могли быть эфириум или кардана. Почему вы обязаны вкладываться только во что-то одно? Купите немного биткоина, немного XRP, немного эфириума. Это пространство скоро станет очень активным. Мы уже видим, как биткоин ставит новые исторические пики, намного превосходя то, что он делал в 2017 году. Думаю, что и альткоины вскоре будут делать то же самое, а некоторые даже круче биткоина. Осознавать то, что XRP в это время будет в стороне, как минимум до разрешения всей этой ситуации с регулятором, довольно странно. Но это просто часть игры. Вы должны понимать, во что вы инвестируете, а затем просто уверенно холдите, так как вы уже знаете, что к чему. Особенно если прошли вместе со мной медвежий рынок биткоина. Если держались вместе со мной, когда биткоин падал каждый божий день. На этом всё. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok